всех приветствую на своем канале она у нас антона меня зовут сергей если кто первый раз смотрит подписывайтесь отписывайтесь комментируйте всегда рады помочь данном видео пойдет разговор о хранении сенажа в пленке поле то есть если далеке он хранится сейчас покажу как он что хранится да вот последний наш который мы мотали вдвоем это немецкая пленка вот она все равно стало со временем отходить что вот мотая вот это вот поле где-то 300 350 рулонов у нас здесь к чему пришел вывод что вот так вот меньше птицы атакуют эти рулон но переворачивали не переворачивали мы из-за того что это было начало октября то есть вот это вот эти две пачки начало октября то есть они пролежали где-то месяц чуть больше наверное и что с ними стал то есть они уже заквасились мы брали отсюда то есть настоящий силос все нормально этот делал здесь сырым для того чтобы как бы получился силу сейчас посмотрим все рулоны то есть чтобы вот чистый рулон то есть птицы вроде сидели ну нет вот вот это вот еще херня то есть брал я весь такой дырявый ничего там не особо не заплеснил вот это вот это все атаки птиц раз-два тоже но вот это вот надо сейчас по-быстрому скормить и ничего как бы не будет вот птицы все истоптано но рулон особо не тронут вот одна дырка вот вот видно что вот этот сильная натяжка была и как бы растяжка была большая он такой просвечивается просвечивается видно что он не плесневеет покажу рулоны которые заплесневели то есть там вот так вот про свечивается не видно что испорченный рулон или нет это все от натяжки обмотчика то есть как вы зажмете вот этот вот вот они они я не понимаю что они долбят это вот и хотят там достать блин к выводу как он пришел что надо убирать их с поля с поля скорее всего возить либо к сараю либо где у вас кормежка хранения там как бы меньше атаки этих птиц потому что здесь на поле постоянно прилетают птицы и как бы больше вероятность что будут нападения ну вот вот она ночью она долбила еще она хотела но видно что он не не плесневый как бы причем это недавно то есть они месяц от ли сажали все чистые были мы и вот недавно она начала так добить долбить вот они проваливаются проваливаются они не из-за того что рулонник слабо мотал за того что они квасятся и тяжелые сами по себе вот он чистый рулон весь за сижиной вот птицы вот вот кот ну негде больше сесть им и нечего долбить ладно вот эти рулон у нас месяц пролежали проваливаться они сырое и этот сенаж не так проваливать она сейчас поймем какой посмотрим он там стоя стоят сейчас позже им подъем туда и посмотрим какое состояние то и первые рулоны начало июня это где-то 5 7 июня мы мотали тоже покажу какое состояние он там игорь повез сена так не знаю сейчас найду его не найду этот плетенела рулон один или два тут таких сильно очаг очаг посмотрим вот подъехали он мы были возле первого сейчас подъехали к третьему вот так это все выглядит на торце это мы уже в августе мотали то есть вот опять же птицы вот то есть вот здесь видно прям что она вот ковыряла и вот и доставала это сено силы звали че и надо было вот на карта на торце тоже видно что вот как бы провалы вот такие вот вот так он хранится это августовский наверно вот там июньский сейчас этот пройдемся не знаю камера передаст будет это видно или не будет но вот мне просвечивается я прям вижу очаг очаги плесени вот кого-то вот здесь вот чуть-чуть видно но если вот этот очаг небольшой это все ерунда здесь был гораздо больше ну вот он сверху тоже он изначально был рулон пробитый вот прям очаг видно его будет или не видно и вот так вот то есть видно да данном видео не хочу никого учить то есть показывают просевший рулон вот видно что они насколько просевшие они практически одинаково тот значит по суше мятное этот по сырее вот опять же это все птицы нет это веточка торчит напряжение вот так разорвало вот июньский вот эти еще более-менее не знаю может достаточно было питания на поле мятный мятный аван пак ну вот не знаю испортился не испортился вскрытие покажет ну ладно вот-вот-вот она снимала слой за слоем слой за слой долбила туда зачем чего как много поврежденных но не факт что он будет испорчена так что все повреждения были уже сентябре не знаю особых таких а так явных птиц не было в там в июле в августе вот сентябрь октябрь они как бы активировались не знаю почему да продолжим не хочу никого учить то есть данное видео ни в коем случае не не является не каким-то руководством действию показываю на своем опыте то есть кому-то что-то будет по полезно кто-то что-то поймет хочет добавить пишите с удовольствием выслушаю посмотрю да вопрос жалею я что столько замотал не жалею то есть буду еще мотать не буду сто процентов буду сто процентов буду то есть все это опыт все это хорошо не жалею сейчас идет кормежка офигительное то есть поедание охренеть какое синаж офигенного качества силос получился офигенного качества так что вот так обмотчики я уже показывал какой у нас ну наверное сделаем выводы что придется нам какую-то часть перевозить или убирать ну не знаю сейчас снег выпадет посмотрим по качеству что сколько будет отбросов вот сейчас мы брака сейчас мы сейчас сейчас скажу сколько примерно я уже скормил 6 8 10 12 рулонов брали но я брал с одной партии брал где силос то есть быкам над корм ну скажу с 12 рулонов мы выкинули там нож килограмм 50 это там сверху сбоку были небольшие очаги отбросили и все не внутри не в сердце вине нигде никаких повреждений не было есть видео на котором я вскрывал показывал то есть как выпадет снег то есть будет более уже погода без травы потому что сейчас он у нас 30 наверно или 31 октября еще можно выгонять сегодня только была роса так сухо две недели так что вот такая вот ситуация она пишите какие вопросы комментируйте все интересно что не интересно что снять что показать вам всем пока в конце видео еще хотел добавить значит не экономьте на пленке не ищите там какую-то стрейч пищевую обмоточную упаковочную советский там avantpac это фигня все полная фигня немецкая финская шведская это настоящий то есть кто мотал этой avantpac овская ли нашей какой-нибудь пищевой поймет разницу то есть растяжка там действительно чуть ли не в 200 процентов и 1 рулона то есть avantpac овский мы брали 4 4000 там 4 3 они нам со скидками это отдавали нам его хватало там на 19 рулонов там в два слоя обматывать я это испанской испанским огром встреч им мотали 35 36 рулонов то есть вот это вот экономия она на avantpac сводилась к нулю дару эти наград встреч я брал 5 500 5 700 6 300 самый дорог дорогой 6 300 я брал то есть не экономки берите качественный и почувствуете разница но вот вот такое вот состояние то технологии обмотки думаю что кто делал видел кто занимался кто не видел тем объясню значит утром скосили вот видно вот этот белый очаг плесени вот вот не знаю вот здесь видно кого-то как очаг плесени ну вскроем посмотрим так технология такая вот много здесь вскрытых технология технология утром скосили вечером замотали высохла значит получился сенаж то есть сена чуть-чуть влажное это и будет как бы сенаж если я косил сентябре октябре а то у утром я скосил следующий день мотали мы она была не сырая а такая вялая чуть-чуть вялая то есть фактически сырая сырая я имею ввиду что не было очагов влаги то есть дождя капли там сборище вот это вот чтоб не было а просто чуть подвяленная оттала ту которую обычно дают кроликам то есть вечером скосили утром даем вот она такая вяленький клевер он рулоны больше 500 килограмм то есть если я сена мотаю 200 килограмм то здесь где-то килограмм 700 то есть фактически в четыре раза там в три с половиной она тяжелее то есть сырее цирей то получается сила силы с высокого качества то есть если он хорошо сохранился опять же здесь сохранность это на ваши совести но не совесть а как вы захоронили если естественно в доступ воздуха все это с апрела сгнила это ничего хорошего хорошего из этих рулонов не получится так если сохранность рулона обеспечена то есть получается высокого качества силос силосе наши регулируем сами то есть вот эти рулона мы не смогли перевернуть вот это вот силос то есть явно больше 500 килограмм 500 килограмм и травим переворачиваем до технология утром скосили вечером замотали замотать надо в течение двух часов максимум чем меньше пройдет времени от момента замотки рулона до обмотки тем это будет лучше то есть мы ездили троем вдвоем три трактора обмотчик у нас не самый погрузной вот в этом проблема была почему три так можно два если сама погрузной я мотал на рулонники игры подвозил и заматывали то есть вот этот сократить вот это вот время до замотки в рулон и обмотки пленкой будет качественно либо сенаж ли либо силос так что кто живет здесь калининском районе у нас газель своя могу привести попробуйте могу на пробу дать так бесплатно то есть один рулон там вскроете посмотрите едят не едят как чего так что пишите подвезем посмотрим как это будет потому что у нас сто процентов едят вся поедаемость сто процентов все сколько не даем все съедается ладно